Привет! Э, Трибуарн! У Питера Андерсона вышел новый ролик, называется, короче говоря, паркур от первого лица. Давайте посмотрим. Паркур вообще это классная вещь, а от первого лица, наверное, будет еще офигеннее. Например, если кто-то играл в Mirror's Age, вы понимаете, о чем я говорю. Короче, погнали смотреть. Короче говоря, паркур. Это было воскресенье, потому что я воскрес. Иначе объяснить, почему я остался жив после того, как мой батя узнал, что я съел его селедку, я не могу. Так, надо посмотреть, забрал ли он приставку. О, она на месте. Он просто забрал компьютер. Передная пачка батяных звездюлей на месте. Но пловечку через пару часов я все-таки раздобыл. Здравствуйте, агент Андерсон. Какое задание в этот раз выполните? Что-то попроще, по типу... Нет, надо было сказать, здравствуйте, мистер Андерсон, прям как в Матрице. Уграбление федерального хранилища. Или все-таки возьметесь за шпионаж за теми людьми из ВБР? Оставьте себе этот детский сад. Я иду искать, куда мой батя спрятал плойку. Так, стоп, ты же ее нашел, не? А, или это ты будешь рассказывать, как ты ее нашел, окей. Сошли, это самоубийство. Не делайте этого, слишком опасно, не надо. Подсоединил приставку к телеку, врубил ее. Врубить мне решил? Мне вообще-то больно. Попросил прощения и аккуратненько включил. Поиграл в Ассасина, Майнкрафт, Анчартед, Лару Крофт, Принца Персии, все эти... А, стоп, есть Принц Персии на плойке четвертой? Нифига себе, я об этом не знал. Хотя какая разница, я его все равно всего уже пошел. И объединяло одно, в них есть парккур. То есть паркур... Это че, загон какой-то, паркур? Захотелось так же клево паркурить. Мой друг Лева сказал, что, во-первых, в его имени нет буквы К, и, во-вторых, паркурить он не собирается. Ладно, значит придется самому. Попробовал перепрыгнуть через стул, сломал ногу. Через месяц решил продолжить. Продолжить ходить с гипсом на ноге. А вот снова заниматься паркуром я решил только через два месяца. Еще раз перепрыгнул. На этот раз получилось. Сломал другую ногу. Нужно переходить на новый уровень. Перешел на новый уровень. Точнее спустился. И не на уровень, а на этаж. Первый этаж. Для того, чтобы на улице перейти на новый уровень паркура. Да мне кажется, зимой как-то не очень круто заниматься паркуром. Надеюсь, я сломал ваш мозг. Решил для начала спрыгнуть с площадки. Готово, теперь кувырок. По-моему, там либо что-то порвалось, либо кости сломались. Блин, порвал любимые штаны. За 40 гривен штаны, бля... Так, теперь еще раз, только без кувырка. Мне интересно, что там думают прохожие, когда он прыгает с детской площадки. Да так, в принципе, и было задумано. Решил действительно перед выполнением трюков немного подкачаться. Подошел к турникам, попробовал подтянуться. Услышал хохот. Подтянуться ни разу не можем. Я тоже не могу, смейтесь надо мной, гоните меня, как там еще было. Все, надо взять себя в руки. Я взял себя в руки. Так подтягиваться было еще труднее. Точнее, невозможно. Вот и верь после этого советам из пабликов ВК. Спустя час я все-таки смог подтянуть свой уровень английского. А на турники за... Нифига себе. Ну-ка, расскажите мне, пожалуйста, как за час можно подтянуть уровень английского. Потому что я бы хотел его так же быстро подтянуть. Сюда хорошо вписалась бы рекламка какой-нибудь онлайн школы английского. Но, увы, ее не будет. Хотя... Рекомендую онлайн школу английского Ultra English Plus. Ладно, ладно, шучу. Продолжил выполнять трюки. Занимался паркуром час, два часа, три часа. Немного устал. Делать это с рюкзаком, набитым кирпичами. Снял его. Через пять часов снова устал. Потому что все на меня смотрят, как на придурка. Мам, давай сходим в зоопарк. Парк, я хочу посмотреть, как прыгают обезьяны. А зачем куда-то идти? Ты же сам как обезьяна прыгаешь. Сынок, у нас же есть Питер Андерсон. Так, пришло время для самого крутого трюка. Выполнил прыжок Веры. О, господи, какой Веры, Николаевна? Нет, не как в Assassin's Creed. А такой же прыжок, как делает моя подруга Вера. Ага, ну, ладно, подруга, хорошо, понял. Залез на возвышенность. Что ж, вперед. Твою ж, мои ноги. Зазвонил телефон. Сын, я не понял, куда ты дел приставку? Я же ее прятал в шкафу. Сейчас найду и разобью ее нахрен. Папа, ты как бы потратил на нее деньги, хочешь ее разбить? Ну, удачи, купишь новую. Блин, быстрее домой. Короче говоря, лучше бы я все это время учился не паркуру, а быстро бегать. Я слышал, что под этим видео есть три кнопки лайка. Неплохой ролик на самом деле, но если честно, видос, который я смотрел на стриме про мир Лего, мне понравился гораздо больше. Здесь есть шутки, но как-то немножечко Питер их не дожал. Хотелось бы уровень предыдущего его ролика, который я, блин, посмотрел на стриме. Но все же, видос получился хороший. И новичка прям, не дожатый. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.